здравствуйте всем сегодня у нас 2 июня 2022 года ну я уже думаю так по своей традиции сделаю вечернее такое небольшое видео расскажу о нас потому что все равно как бы сначала вроде думаю ладно не буду сегодня поздновато смотрю меня уже 11 12 час пошел ну а потом думаю чушь это вроде как уже в традиции надо с ней поговорить что-то рассказать про нас ну и в общем то чего так долго провозюкали сегодня мы мы сегодня у нас так как жарко я уже снимала видео предыдущие говорила что у нас жарко и 28 градусов было и дождя нет как я уже сказала это дождем и мы сегодня решили испытать нашу вот это знаете охладитель воздуха который мы купили как же это я не знаю как по-русски то это называется но знаете такая система я ее показывала вот этот охладитель наверно до воздуха который дует и с водой так как бы ну немножечко выбрызгивает воду как бы получается освежитель охладитель даже не знаю как его назвать ну и мы первый раз его решили и испробовать слушайте знаете вот честно слово я всем рекомендую если кто-то значит думает купить его или не купить на мой взгляд он значительно дешевле вот на мой личный взгляд потому что мы уже использовали два года маленький нас такой знаете был от такого ну как это от уэсби да наверно там это работал он уж совсем ну как бы он такой экономный так скажем вот небольшой и вот мы его использовали два года и в общем то он нас устраивал то есть мне с ним и спать легче было и в общем то я всегда как бы легче дышалась ну и вот решили в этом году это побольше взять на 6 литров я вот смотрела там и на 7 литров тоже есть сейчас уже продают у нас на шесть общем получился ну и вот в общем что хочу сказать я атеэн одлег знаете как это климат климат-контроль как он называется то по-русски забыла ты не короче говоря забыла как по-русски называются знаете климатизет они говорят как по-русски я забыла но вот этот климат Засил, климатизил. Ой, я забыла, как по-русски это называется. Короче говоря, этот климат-контроль, так буду называть, как в машине, он, на мой взгляд, я от него, например, болею. Очень сильно всегда и в машине болею, и, в общем, даже если где-то посижу под ним, обязательно заболею, у меня начинается синусит. У Жанюка то же самое, какое-то сразу же заболевание, горло, все болит, короче говоря. И нам как бы, ну, его, наверное, не рекомендуется. И мы так думали долго, он, конечно, и стоит подороже, ну, не намного там, не намного, в четыре раза дороже, 200 евро можно купить такой нормальный. Ну, думали-думали, потом думали, ну, что же мы его купим, и мы будем болеть. А вот этот вот, вот этот охладитель воздуха, он и намного дешевле, в районе 50 евро нам обошелся, да, где-то так. Я уже сейчас забыла, 49-47, сколько мы его купили. Вот, но, вот сейчас Жанюк под ним лежит, ну, он говорит, ну, очень даже, очень и очень, ему очень даже и нравится, короче говоря, он очень-очень доволен. Говорит, знаешь, когда так хорошо говорит. Я так полежала чуть-чуть, ну, посидела там с ним чуть-чуть, так попробовала, действительно, даже прохладно как-то стало, думаю, ну, надо же, как хорошо. Собака тоже под него полежать пришла, полежал. В общем, рекомендуем. На мой взгляд, он лучше, дешевле, ну, более безопаснее, так скажем, для здоровья, вот. И вроде как лучше. Ну, не знаю, в общем, посмотрим. Пока мне очень даже и понравился. Что я еще хотела, ну, сказать, большое вам еще раз спасибо за все комментарии, как обычно, я вас благодарю за то, что вы там мне пишете, рассказываете. В общем-то, все опять прочитала, все, что увидела, все прочитала. Постаралась всем вам ответить, что могу, как отвечаю. Попробовала загрузить в этот телеграм-канал видео. Что-то оно мне подсоветовали, что вроде там грузится легче. У меня, мне кажется, у меня хорошо грузится в Ютьюбе. Очень быстро загружается. Почему? Потому что, может быть, у нас вот эта фибра стоит. И вот с этой фиброй у нас очень быстро загружается. Прямо моментально у меня уходит видео. Вот. Ну, не знаю. Я его попробовала, что-то в этот... Пока не привыкла. Мне как-то он еще не... Не родной он мне, этот телеграм-канал. Вот. Думаю, что-то как-то неохота мне и туда, и сюда. Посмотрим. Потому что у меня так бывает. Иногда мне что-то не нравится, а потом мне может и понравиться. Пока вот так. Вот. Пока никого не выключили здесь. Пока буду здесь. Вот. Ну, если у меня потом время побольше еще будет, буду туда что-нибудь делать специально для телеграм-канала. Так только попробовала. Видео продублировала просто. Вот. Сегодняшнюю прогулку мы делали в... Как это... Ну, по каналам опять прогулялись. Ну, очень рада, что кому-то нравятся мои вот эти вот видео о каналах, ну, о прогулках. Вообще, знаете, вот так сама же я же анализирую, да, все вот эти наши, ну, все мои вот эти просмотры, кто как у меня чего смотрит, кто что любит. Я все это анализирую, смотрю. И, в общем-то, пришла к такому выводу, что в основном-то, знаете, у меня смотрятся видео, где я вот разговариваю. Конечно, мне бы... Я ведь так и начинала все свои видео делала. Ну, я считала, не знаю, мне так казалось, что вот там, где, допустим, человек за кадром, голос за кадром и что-то показывает, мне казалось, что такие видео должны быть наиболее интересны, потому что человек что-то смотрит, допустим, и за кадром слушает речь. Но, к сожалению, оказалось это, что не очень-то и их такие видео смотрят. Ну, я так по себе. Потом я задумалась, думаю, как это так, почему люди, допустим, ну, людям не очень интересно смотреть, допустим, видео что-то смотреть, я там что-то снимаю, предположим, по городу иду, город снимаю, сама разговариваю. То есть мне казалось, что это должно быть очень даже и интересно, ну, более интересно. Ну, нет. Стала я так раздумывать, а почему думаю так? И потом я поняла, почему. Думала, думала и, наконец-то, поняла, потому что я сама, когда что-то делаю, вот чем-то занимаюсь на кухне или там еще что-то где-то, что-то, ну, мало ли, какими-то своими делами даже каким-то, вот шью даже вот что-то или еще что-то. Я слушаю, я не смотрю, я не успеваю смотреть, мне легче видео разговорное прослушать, то есть на слух, чем смотреть. У меня нет времени на то, чтобы смотреть и как бы слушать. Поэтому я поняла, видимо, многие люди сейчас у нас в наш век, вот этот такой быстрый-быстрый век, где все так быстро и прямо дни пролетают, как, я не знаю, как секунды. Видимо, так и получается, что легче, ну, лучше, удобнее слушать и смотреть уже времени у нас и нет. На самом деле у меня уже время вот рассматривать и смотреть нет. Я так быстро пробегу глазами тоже, что когда кто-то что-то показывает. но вот, к сожалению, вот так вот у нас сейчас получается. Мы слушаем, информацию воспринимаем ушами, ну, что-то еще и делаем, потому что нет такого уже сейчас, как раньше, допустим, сесть и что-то делать. Я уже где-то в каком-то видео говорила, и ответ мне на это давали. Ответ я еще и нашла, что на самом деле наше время теперь убыстрилось. Вот. Оно стало проходить быстрее. Я на самом деле стала это замечать прямо. У меня времени ни на что вообще не хватает. Я вроде только встала утром, кофе попила. Встаем мы уже в 7 часов. Ложимся, вот смотрите, у меня уже 12. И вот у меня времени только, знаете, хватает, вот, ну, на что-то на самое необходимое. Приготовила поесть, попила, попили кофе, сходили погулять, все, день закончился. Опять ужинать и уже вроде как спать. Но это прямо вообще быстро-быстро время и идет. Вот. Так что вот такие вот у нас тут новости и дела. Ну, немножко опять, как бы я каждый раз об этом рассказываю. Ну, раз уж нашу жизнь рассказываю, так немножечко, чуть-чуть буду так обо всем и рассказывать. У нас сегодня, я уже, знаете, почти каждый день я смотрю, сколько стоит у нас, открываю, значит, вот свой интернет, набираю наш город и задаю вопрос. Вопрос там у меня уже каждый раз один и тот же вопрос, сколько стоит бензин на сегодня. Вот бензин там, ну, в общем. И каждый раз, вот честно скажу вам, я каждый раз заглядываю туда и боюсь смотреть, потому что, знаете, как бы где-то в глубине души я ожидаю, что вот сегодня открою, и бензин наш, ну, наш, да, бензин, он стал по цене, допустим, ну, дешевле там, подешевле. Вроде как у меня бы была какая-то надежда, что раз бензин будет дешеветь, значит, у нас будет и прогулок больше, и ездить будем куда-то дальше. То есть уже как жизнь вернется в нашу, так сказать, ну, в нормальное русло. Ну, вот опять сегодня открыла, посмотрела так одним глазом. Ну, и, в общем-то, ну, он опять поднялся. Конечно же, не отпустился. Жан-Люку сказала, он говорит, ой, он даже охнул, говорит, надо же. Ну, вот опять, ну, вот опять. Потом говорю, нет, пошли гулять, давай, говорю, съездим на бензоколонку и посмотрим, может, мало ли, может, мало ли, что интернет говорит. Приехали на бензоколонку, смотрим, цена такая же, как в интернете. То есть, в принципе, так хотелось, как говорится, самообман. Хотелось саму себе обмануть, что вдруг мы приедем, а там бензин дешевле, чем нам интернет дал. То есть вот такой немножечко, так сказать, чуть-чуть огорчение такое у нас. Вот, потому что не можем далеко ездить. Не получается сейчас две машины, надо заправлять, в общем, ничего хорошего нету. Вот, а еще это как бы... Ну, и Жан-Люк, я тоже чувствую, он у меня, как бы сказать, ну, сегодня опять у меня, как бы заругал что-то меня опять, ни с того ни с чего. Думаю, что-то с ним. Ну, я так думаю, у меня это такие личные, как говорится, ну, соображения, что он, скорее всего, меня ругает, потому что, ну, обеспокоен он ситуацией вот этой всей. Вот, они же такие чувствительные. Я-то как-то, ну, я так посмотрю. Конечно, мне хочется куда-то съездить, и хочется съездить и подальше, и на пикник уже куда-то съездить, как мы каждый год ездили раньше, и там гости кому-то съездить, допустим. А сейчас все так ограничено, все так это, в общем-то, как говорится, приходится пикник делать у нас в саду. Вот, сидим в саду, делаем пикник. Вот, что еще? Ну, а может, еще, знаете, он мне сегодня говорит, так болят у меня, опять он мне жаловался. Хорошо, мне сказали, подсказала тоже спасибо большое одной женщине, видимо, моя подписчица, кто-то из новых. Вот, ей большое спасибо, подсказала, что, скорее всего, медикаменты, которые выписывают от холестерола, статины, я так поняла, да, я не доктор, поэтому не очень во всем этом разбираюсь, и, по-видимому, они вызывают, ну, много побочных эффектов, вот. И я Жан-Люку тоже сказала, он говорит, да, 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 я тоже это доктора-то и слышал, то есть, вот. И, по-видимому, от этого у него болят и мускулы, и все-все, он говорит, и руки больные, и все-все, и поднять, говорит, даже не могу, руки, ноги, колени, и все-все-все болят. Ой, в общем, он еще говорит, это бывает иногда, вот такой период, когда вот жарко, и сухо, и вот что-то, такой период, или, говорит, дожди скоро пойдут, что ли, говорит, ничего не знаю, в общем, не очень-то хорошо, вот. И ходить-то не может, я уж сегодня сама там прогулялась, как смогла, а он так подождал меня, вот. Райка тоже у меня то убежал, то потерялся, то еще чего-то, пришли домой, и тоже жару не переносит, короче говоря. Как я вам уже и говорила, буду жаловаться на жару, когда дожди холодно, на холод буду жаловаться, ну, как все мы люди, мы всегда все жалуемся, все нам и не нравится. Вот. Вчера я вам рассказывала мои рассказы, такие жизненные, ну, как сказать, ну, не страшные, ну, мистические, на мой взгляд. Вот. Ну, что-то как-то, наверное, не очень вам они и понравились, потому что, ну, не все люди любят мистику, много людей таких реальных, реалистов, то есть не верят ни во что, вот, считают, что и нет, наверное, не понравились. Ну, так думаю, мои вот эти вот всякие рассказы. Вот. Тоже вот интересно, я, ну, сегодня-то, конечно, не буду про них рассказывать, так, думаю, немножко поговорю, чуть-чуть совсем, ну, как бы ни о чем, просто так о нашем дне, как прошел наш день. А вот. Особо даже и не готовилась ничего так, как бы, ну, в голове у меня ничего такого. Единственное, что Жан-Люк наругался на меня, потом вечером мне говорит, вот, говорит, вот тебе сюжет для сегодняшнего, говорит, рассказа. Мы с тобой поругались. Расскажи, говорит, всем еще так рассердил с нами. Всем, говорит, расскажи, как мы поругались. Я говорю, что тут рассказывать-то? И рассказывать-то не о чем. То есть поругались-то ни из-за чего. Просто, знаете, позвонил один его товарищ, ну, товарищ, не товарищ, не знаю. Ну, мы их знаем, они к нам в гости иногда приходят. Она, да он, муж с женой. Уже такие пенсионеры. Ну, хорошие, нормальные люди. А вот живут, далековато от нас. Есть такой у нас вот город, называется Нью-Йор. И вот они там и живут. Ну, мы у них иногда бываем, они тоже к нам приезжают. Ну, что давненько уже у них мы и не были. Тут вот это была болезнь-то у нас, ездить никуда нельзя было. Ну, и там, в общем-то. А тут сегодня позвонили, и мы пригласили, назначили нас там, допустим, на какое-то определенное число. Ну, допустим, не допустим, на 13 июня они нас позвали, пригласили. А вот. Ну, мы приняли это приглашение, естественно. Ну, что, поедем. Вот. А я еще говорю, как бы Жаль-Люк, и он разговаривает, а я, значит, ему так, жестами опять показываю. Я говорю, у них собака. А куда мы свою собаку-то? Мы же не можем ее на целый день оставить одного дома. Я им показываю. Ему показываю жестами. А он говорит, ой, у вас же, говорит, собака, мы тоже с собакой. Как нам быть-то? Что нам делать? А они говорят, да нет, ничего страшного. Наша собака уже старенькая. Ей 14 лет было. Она умерла у нас, говорит, вот совсем недавно перед нашим отпуском. А они в отпуск в Тунис ездили, отдыхали. Вот недавно только приехали. Вот. Он-то охотник, такой же, как Жан-Люк. Ну, уже постарше его немножко. А она-то женщина тоже, она возраста Жан-Люка такая. Вот уже 62 года ей вот на пенсию недавно вышла. Вот. До этого работала она на дому няней. У нее дети были. Она говорит, так устала, так устала, маленьких детей смотрела. как детский сад, что ли, на дому. У нее там человек 5, наверное, детей было. Очень уставала она. Вот. Потому что тоже нездоровая, диабет, там прочее у нее. Ну, в общем-то, вот так вот. Ну, пригласили нас, значит, к себе в гости вот на 13 июня. Я думаю, хорошо, так про себя думаю, думаю, хорошо, я хоть там, может, видео сниму, покажу, как другие люди живут, другие французы, как чего отмечают, что накрывают. Думаю, ну, интересно же, в конце концов, так, хоть какая у нас вот у французов жизнь. Вот. А женщина хорошая, такая симпатичная, в плане того, что поговорить можно. Интересная женщина. Да и мужчина неплохой. Охотник, правда, ну, что он там будет разговаривать о своих утках, охотничьих делах, об утках. Вот. Ну, и ладно, думаю. А тоже, кстати, семейная пара, они уже долго-долго вместе живут, у них трое детей, уже взрослые совершенно дети, чуть ли не моего возраста. Вот. Ну, помладше немножко, но все равно, как бы, вот так вот. То есть, живут так долго вместе, и, в общем-то, у него вот эта охота всю его жизнь, она этой охотой особо-то и не интересовалась никогда, и всегда говорит, как я рада, когда он уходит, я одна, типа того, что дома с книжкой почитаю, там мне, хотя бы обслуживать его не надо, потому что у ней тоже так, он, руки золотые, тоже все сам делает, но по домашние дела это все ее. Она ей говорит, что вот его нету, я хоть отдыхаю. Она все время мне так говорит, ой, как хорошо, я хоть отдыхаю. Ну, такая хорошая женщина, но единственный, такой недостаток у нее, она курит много, и везде, и везде, и везде курит, и в доме, и везде, то есть курит, курит, не переставая, вот такая, ну, как бы ладно, я же с ней не живу, в принципе. А так у нее чистота, порядок, все прибрано, всегда все, наготовлено, готовить очень любит. Ну, я о чем это хотела рассказать, что вот он, значит, ну, с собакой как бы договорились, что собаку возьмем, все, ну, и потом мы с ним так сидим дальше, ну, к ужину готовимся, он опять сегодня у меня барбекю там жарил, что-то, кстати, сжег сегодня у меня барбекю, ну, я вообще ничего ему говорить не стала, думаю, ладно, поджег. Ну, я думаю, от нервов, потому что размежничался. А я так ему как бы и говорю, ты знаешь, мы, говорю с тобой, дорогой, ездим всегда в гости к этим друзьям с ночевой. Я говорю, ты знаешь, я не хотела бы у них ночевать. Ну, почему не хотела бы ночевать? Потому что по нескольким причинам. Потому что, первое, они тоже к нам приезжают и всегда никогда не ночуют, всегда уезжают. Вот. Первое, потому что, ну, сами понимаете, во-первых, у французов, они же и воду экономят, и все экономят, то есть душ уже не примешь, потому что, ну, надо будет экономно. То есть, я могу попроситься, но мне будет Жан-Люк говорить, нет, 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 душ не принимай, потому что это неудобно. Потом, знаете, ну, постельное белье не будет стелить, потом вам стирать это. Они же все экономят, вот это, знаете, как бы, вот, они, конечно, и комнату дадут, и прочее нам, но стеснять людей, вот даже у меня как-то неудобно. Они предложат нам все это ночевать. Жан-Люк мне говорил, что раньше, когда он был холостой, он у них по три дня, типа, пропадал там, неужели у них. Вот, ну, ладно, одно дело, он один жил, а тут целая, значит, я, он, да еще и собака, ну, как бы неудобно. Я ему и говорю. Ой, как он заругал меня, говорит, да ты что, ты моих друзей не любишь, ты его, да как это вот, все, говорит, делаешь назло, как говорит, как говоришь, моя первая жена, никого не любишь, ни с кем не хочешь общаться. Я говорю, я разве сказала, что я их не люблю? Я говорю, сказала, что я не хочу обременять, потому что с собакой, ты, я, два дня жить у людей, это как-то даже неудобно, нехорошо, говорю, ну, что это, то есть, это значит, мы два обеда у них, ужин, ну, напрягать не хочется, не так уж это далеко, мы можем домой уехать, то есть, нет проблем, вот. Ну, в общем, ты, говорит, не любишь моих друзей, ты, говорит, считаешь себя выше всех друзей моих, потому что, я говорю, да тебя же, они же нас не позвали с ночевого, я просто, знаете, сама по себе, вот сама по себе, я вот недавно тут жаловалась, рассказывала, что с ночевой трудно, когда кто-то остается, это трудно, это значит, надо два обеда, то есть, обед, ужин готовить, и еще завтрак, а то еще он еще на обед захочет остаться, то есть, этой бедной женщине придется столько много готовить на нас, ну, даже если мы что-то купим, а мы, естественно, что-то купим и принесем, это даже не разговор, это уже я так продумывала, что можно с собой взять, все равно, это столько неудобств людям доставлять, им захочется после всего этого и отдохнуть, и расслабиться, как бы, они, конечно, нас, если Жен-Люк скажет, что мы хотим остаться, они нас оставят, но они же не наши родственники, в общем, французы, это, вы знаете, они какие-то, они что-то ничего не понимают, я вот так смотрю, и так на меня ругался сильно, так ругался, потом у него опять все заболело, и кости, значит, заболели, и мышцы заболели, а потом уже вечером, я говорю, ну, что ты ругаешься, вот, что ты ругаешься, ой, говорит, я, наверное, старый дурак, он сказал, то есть подумал, поразмыслил, я, говорит, наверное, старый дурак, и вот просто, знаете, с другой стороны, опять на этих французов посмотрела, так подумала, думаю, вот смотрите, все-таки они не такие, как мы, мы-то ведь как, мы приходим в гости, ну, ночуем, конечно, тоже у нас бывает такое, но в основном мы люди такие, знаете, мы понимаем, что хозяйке будет трудно, тем более все знают, мы хорошо с Жанюком знаем, что она одна будет это готовить, это на 4 человека все равно нужно приготовить, еще и собака с нами, ну, собаки мы, конечно, возьмем есть, но все равно, даже если мы что-то с собой принесем, а мы принесем, естественно, все равно готовить-то придется ей, мыть посуду там, даже если мы пластиковую, допустим, посуду будем есть, но все равно, это люди, это затраты, это ладно, даже один обед приготовить, это и то, мне кажется, очень даже и много, вот, вечером можно вполне даже и уехать домой, спокойненько приехать, своим душам пользоваться, своей водой, в общем-то, тут как-то, ой, видимо, французы, они вот не такие, как мы, какие-то вообще, тем более нас никто, с начала это и не звал, они нам как бы не говорили, что с ночевой приезжайте, а он уже все это, это быстренько, с ночевой поедем, я друзей его не люблю, потому что ночевать у них не хочу, так вот, а получается наоборот, я как бы о его друзьях и думаю, думаю, ну как, они же не позвали, если бы он позвонил, сказал, вы идут, давайте к нам, приезжайте на 2-3 дня, проночуйте у нас 2-3 дня, в общем, в общем, не понять ни этих французов, никогда, вот скажешь так, они обижаются, по-другому они опять обижаются, но правда, потом, видно, все-таки подумал, подумал так, поразмышлял, видимо, и подумал, что он и не прав, вот что я вам сегодня и хотела рассказать, то есть опять у меня вот такая, как говорится, сердечное страдание, вот, хотя нет, я не рассердилась, не обиделась, потому что я их уже знаю, я уже видела, как они, как они поступают, так, это как бы опять же, это не жалобы, это так вот рассуждение, это знаете, как бы такая пища для размышлений, какие они, эти французы, вот, какие-то простые такие, знаете, странные немножко, как знаете, как бы это сказать-то, помягче, мне как-то раньше тоже говорили мои, ну, подруги русскоязычные, тоже мы вот так с ними разговаривали, а бывают, иногда попадаются такие прямые, знаете, женщины, и они всегда говорят, ну, покажи мне как такого француза, который бы, как говорится, ну, не любил бы что-то, как говорится, вот такое, знаете, вот, ну, как бесплатное, что-то такое, что-то вот, не использовал бы, то есть, если ему что-то предложат, так он с удовольствием и не откажется, то есть, у них нет такого, они любят что-то получить, так это, так сказать, задрома, что ли, вот так вот, то есть, я так тоже подумала, подумала, думаю, действительно, какие, вот я тут обсуждала, обсуждала, как бы, ну, что вот у Жан-Люка, там, младший сын, тоже такой хитренький немножко, а вот Жан-Люк тоже, оказывается, такой же хитренький, я говорю, еще не успели его пригласить с ночевкой, а он уже с ночевкой туда собрался, потому что, ну, когда-то раньше, она, они его приглашали, я теперь вообще даже, даже сомневаться начала, думаю, может, они его не так приглашали, как он сам к ним спрашивал, сможет, я к вам, допустим, на два-три дня приеду, а им отказаться было неудобно, ну, наверное, они говорили, ну, давай, ну, приезжай, ничего, вообще, я, как-то мы до этого с ним тоже там оставались, два раза мы у них как-то ночевали, было такое-то, когда мы еще начинали с ним жить, видите, он меня туда возил, и мы там у них и спали, вот, тоже он спрашивал, можно я у вас там, к ним у вас спать будем, но они, естественно, говорили, да, но я хорошо видела, что хозяйка-то, она уставала ужасно, ужасно уставала, но она тоже такая женщина, ревненность, так к своей кухне относится, к своим вот этим всем хозяйствам, то есть туда к ней не подступишься, то есть помочь ей чем-то, там не поможешь, у нее там все это, как говорится, ну, бывают такие, вот я сама не люблю, когда он мне на кухне, кто-то хозяйничает, я вот сама из таких, и вот она тоже такая же, то есть помочь ей там, ну, никак не поможешь, но тоже мне тогда, она очень радушная, она очень хорошая, но мне тогда тоже показалось, что ее это как бы, ну, вот хочется, чтобы отдохнуть, я чувствую, что человек устал, то есть мы-то еще посидели, значит, за полночь, помню, мы там просидели, еще там тогда в то время были танцы какие-то, ну, на улице, знаете, такие уличные танцы, где-то там съездили туда на эти танцы, там поразвлекались, вернулись снова, там кофе или что-то еще попили, там мороженое нас угостило, поели, то есть где-то за полночь уже, ну, может, часа в три спать легли, утром встали, она уже на ногах, она уже завтрак готовит, там что-то делает, то есть человек-то устал, потом еще на обед остались, она еще что-то готовила, то есть это был кошмар, я уж его потом пихаю, пинаю, говорю, пойдем, ну, неудобно, он-то подожди, подожди, смотри, как здорово, смотри, как классно, то есть я о чем и хочу сказать, вот о чем я вам это все и рассказала, хотя, собственно говоря, сегодня не хотела об этом говорить, думаю, посмотрю, как события будут развиваться, раз уж рассказала, рассказала, о чем я вам это и хотела сказать, что французы, они вот такие, видимо, это у них нормально, для них вот это, знаете, как бы, ну, вроде как и нормально, вот, поэтому, что тут удивляться, что они вот так вот делают, это удивляться нечего, может, они, конечно, они все такие, Но вот такие встречаются. Про других не знаю. А вот встречаться такие мне встречаются. Бывают у меня. Вот видите, такие вот бывают. Что вот нам приедут, и ночевать им нужно. И спать им надо. И они понимают, что хозяева могут и уставать. Ну, вот так вот. А вообще я вот сама, я лично, я не любительница ночевать вне дома. У меня вот, знаете, ну, это я, может, такая. Я-то как-то, где бы я ни спала, и мне хочется все равно домой. Прямо мне домой надо, в мою кровать, в мою постель, на мой матрас. Даже у моей дочки, она мне частенько оставляет меня, ну, ночевать. Если я ночую, но это крайне редко. Как мне всегда, у меня ночь не спится. Мне все не так, мне все не эдак, мне все не нравится. Я домой прям приезжаю, как, ой, слава богу, я опять дома. Ну, и моя дочка такая же. Она ко мне приезжает, еще и подушку свою несет. И каждый раз говорит, господи, да я спать у тебя не буду опять. То есть это вот такие, видимо, просто, ну, уже привычка. Вот это характер такой. Хотя я знаю людей, которые с удовольствием где-то ночуют без проблем. А у меня нет, я-то как-то не люблю. Ну, ладно. На этом буду свое видео заканчивать. Думала, опять немного поговорю. Ну, я, как всегда, наговорила, рассказала не весь что, как говорится. Ну, всех вас люблю, целую, обнимаю. Ну, может, завтра что-нибудь еще такое вам и какое-нибудь видео сделаю. Вообще, надо подумать, о чем и поговорить. Ну, ладно. Пока-пока. Спасибо вам за внимание. Всех вас целую и обнимаю. До завтра. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok